Всем моим зрителям большой привет! Ребят, хочу с вами сегодня поделиться простым рецептом домашнего паштета. И перед тем, как расскажу рецепт, он очень прост на самом деле, хочу сказать, что сегодня видео о даче не будет, так как мы не поехали на дачу, я очень плохо себя чувствовала, решили не ехать. Так что заранее пред вами извиняюсь, что так. Надеюсь, что на следующих выходных получится поехать на дачу. Итак, я стараюсь, как всегда, зимой мы набираем, потом сбрасываем к лету. Я хочу сбросить вес, поэтому стараюсь сейчас по максимуму питаться правильно и не набирать лишних калорий. Поэтому сегодня я приготовила вот такой вот куриный паштет. Он готовится очень просто, и здесь достаточно простые ингредиенты, и вы не наберете лишние калории. Этот паштет из куриной грудки. Здесь у меня две куриных грудки. В интернете очень много рецептов, где указано лук, морковка, то есть все это вы на подсолнечном масле жарьте, но нам нужно по максимуму не калорийный рецепт. Поэтому я приготовила так. Куриная грудка. Я ее отварила и оставила в бульоне для того, чтобы она была более сочная. Бульон я готовила для супа. В предыдущем ролике я вам рассказывала, как я его готовлю, с сельдереем и с разными другими специями. Собственно говоря, некоторая грудка пошла на куриный суп, а другая грудка вот на такой вот паштет. Итак, куриная грудка. Также добавила соль, перец по вкусу. Добавила обязательно свежий чеснок, но его можно не добавлять. Можете добавить гранулированный, можете добавить паприку для того, чтобы цвет был. И так же, после того, как все это измельчила, добавила немного растительного масла, где-то столовая ложка. И также 2 столовые ложки куриного бульона. Смотрите на самом деле по консистенции, как вас будет устраивать. Сейчас я возьму нож и покажу, как паштет мажется. И вообще вот я с таким хлебушком вкусным буду есть, с черносливом и курагой. Мне не очень удобно одной рукой. Вот, посмотрите. Можно еще в блендере подержать вот такой вот паштет. Можно сверху положить огурчик, будет очень вкусный, или помидорчик. Паштет очень вкусный получается. Попробуйте. Я думаю, что вам понравится и вашим, конечно же, близким. Вот, мои дорогие, я на этом буду этот короткий ролик заканчивать. Берите такой рецепт на заметку. Он действительно очень вкусный.